Всем привет народ, и сегодня я приготовил для вас самый сложный и жесткий мод на первый Crysis, как бы это сейчас странно ни звучало, и название этой модификации вы можете спалить на моей учетной записи или в названии ролика, если я это дело подпишу. Итак, это довольно древняя модификация под названием Маньяк Мод, и в принципе, тут довольно примитивное усложнение прохождения этой игры, добавлено просто огромное количество противников. Хотя, на самом деле, описание довольно скудное, там что-то про ПТУшников пишут, про сантехников, короче, я нихрена не понял, но единственный из комментариев я выяснил, что добавлено несколько вроде как единиц техники, да, количество противников увеличено, теперь, чтобы пройти какой-то кусок в какой-то миссии, нужно уничтожить гораздо больше оппонентов, еще это могут быть различного рода экзоскелеты, в общем, вы поняли. И при том, данную модификацию не рекомендуют проходить на уровне сложности офицера или спецназ, поскольку говорят, что вы даже первую миссию не сможете одолеть, ну, в общем, это такой небольшой челлендж даже для вас, если захотите попробовать. Я бы поставил, допустим, сложность рядовой, почему бы и нет, и попробовал одолеть хотя бы первую миссию под названием Контакт. Ну что ж, надеюсь, вы готовы, давайте на это дело посмотрим. Несмотря на то, что модификация около, подожди, 12 лет, наверное, да, я ее запускаю первый раз, поэтому весь уже в предвкушении. Ну а пока мы не начали, я заранее поблагодарю вас за пальцы вверх, если вы их уже поставили, и не забудьте подписаться на канал, если вот-вот впервые видеоролики выходят ежедневно. Также проверьте колокольчик, чтобы он у нас был включен, уведомлял о новых роликах. Я думаю, что мы сегодня пройдем только первую миссию, потому что если мод действительно такой жесткий, как о нем говорят, то, думаю, одной миссии мне вполне хватит. И да, в этом случае нано-костюм, если что, доступен, но мало ли, может, кому интересно. Кстати, самое интересное, что я так и не нашел даже полного прохождения Крайзиса на Ютубе с этой модификацией, поэтому это будет еще и вдвойне интереснее. Итак, дополнительных модулей у меня никаких нету, поэтому я экипирую все, что по стандарту обычно ставлю, да, и побежали. Вертолет, если что, это не то самое увеличение количества противников. Итак, спасибо за диагностику Пророку, подробим максимум скорости и давайте попробуем это дело проверить. Значит, в плане интерфейса эта модификация абсолютно никак не меняется, единственное, я бы проверил миссию номер 6, про которую все говорят. Там есть огромный паук, но я так понимаю, это экзоскелет имеется в виду, и, короче, его не могут одолеть. И там многие писали, мол, а как пройти это место, а как пройти, в общем, вот эта миссия, наверное, была бы самой интересной, но тем не менее. Да, я уже вижу, что мод работает, это как раз первый и единственный ориентир, который я здесь знаю. То, что модификация работает, указывают вот эти вот красные бочки, и рядом с ними стоит вот наш любимый чувак-кореец. Давайте просто взорвем это дело, потрясающе. И мы сами можем двигаться дальше, кстати, тревога вообще не сагрилась. Слушай, самое стрёмное во всём этом, это постоянно снимать вот эти вот модули, типа фонарика и т.д. Ой, я уже вижу первое подкрепление, корейца подъехала. Здорово, а их тут, кстати, всего двое. Это что? Это что? Не-не-не-не-не, погоди, погоди, так пока... Не-не-не-не, это вообще не спешно. А может реально следовало послушать людей, которые говорили о том, что не ставь, пожалуйста, сложность выше курсанта, потому что, ну, это чисто технически невозможно пройти. Хотя, фиг его знает, я уверен, что найдётся человек, который на спецназе эту модификацию осилит. Короче, вон из леса, офигеть, народ, у меня аж фпс просел. И да, как я говорил, это, по сути, примитивное увеличение уровня сложности, да, когда ты просто через Ctrl-C, Ctrl-V спавнишь противников. Но, слушай, Кразис это как бы тактический шутер, да, поэтому тебе... А, подожди, так тут ещё и корейцы в нано-костюмах уже на старте появляются. Окей, просто почему бы и нет, Пророк как бы не предупреждал об этом. Так вот, к чему я веду? Кразис это как бы тактический шутер, поэтому здесь ты и должен, по сути, выбирать идеальную тактику, да, подбирать решение под абсолютно каждый файт, да, как себя вести и т.д. и т.п. Ну, короче, по-моему, файт с ними это очень плохая идея. Давайте в маскировку, сейчас они нас потеряют. Я офигею, сколько их тут... Не, серьёзно, с другой стороны, кстати, вы никогда не будете нуждаться в патронах, можно искать плюсы во всём этом. Если, конечно, такой плюс можно здесь выцепить. Слушай, и у меня, кстати, скар заканчивается, между прочим. Так, секундочку, надо подобрать этот. Я калаш местный тут не подобрал. Блин, я столько боеприпасов там сейчас оставляю, конечно. Так, фонарь мне нафиг не нужен, маскировка. Офигеть. Не, народ, это... Это реально, это режим просто для мазохистов. Я бы сказал, это как пятый уровень сложности. Слушай, на самом деле, здесь можно было бы даже и переписать сюжет Крайзиса. Смотри, нам же сейчас нужно будет спасать Ацтека. Но, по сути, с таким огромным подкреплением корейцев, мы сами отправляемся к Ацтеку после этого задания. Не, ну серьёзно, разве по-другому может быть? Короче, я забиваю на это дело. Вы видели, сколько там противников? Нет, я бы даже мог стянуть миниган сейчас вот с этого мужика, который там с нано-костюмом этим сражается. Но это даже как-то не серьёзно, я бы сказал. Здорово, шут, пошли искать Ацтека. Ацтек, ну кому ты врёшь? Говорит, корейцы четверо. Их не может быть четверо в этой модификации. Тут на пляже вместо трёх у меня появилось просто тридцать. Теперь я понимаю, почему Ацтек реально умер в этом месте. Подойдём останки Ацтека. Нет, серьёзно, сейчас хотя бы более-менее каноничный момент. Серьёзно, на одного Ацтека в нано-костюме нападает полтинник просто корейцев, и он не может выстоять. Ну серьёзно, тут никак вообще не получается. Так, я уже слышу там какой-то шум впереди, и он меня немного напрягает. Охренеть! Слушай, по-моему, я попал на какое-то собрание. Мне не очень бы хотелось его сейчас раскидывать здесь. Но, ёлки-палки, вы просто посмотрите на это. Ладно, тут хоть джунгли немного закрывают тебя, это и то хорошо. То есть не всегда можно маскировку использовать. Но, по-моему, да, часть из них всё-таки сагрилась. Нет, слушай, это жесть. Даже если бы я сейчас взял живой щит, это вообще бы не помогло. Я могу по приколу... Сейчас, вот чисто по приколу по головам попробовать попалить. Да, чтобы они, ну, хоть немного подваливались. Твоё... Слушай, с другой стороны, помните, когда я записывал ролик по Крайзису пацифистам, да? Я мог, в принципе, использовать эту модификацию. Всё равно, что в том случае я пробегал противников и никого не убивал. Что в этом случае я делаю абсолютно то же самое. Окей, значит, куча бочек, что... Вау, она, кстати, что рядом с вот этой хренью, которую нужно уничтожить? Что на пристани? Давай-ка тоже это дело уничтожим. Только, по-моему, у меня регистрируют в крышу почему-то. Пожалуйста, уничтожься. Спасибо. Кстати, самое забавное, что я сейчас расфигачил им пол деревни. Но при этом станция, вот эта глушилка, короче, она у них до сих пор здесь функционирует. И это реально очень стрёмно и странно. Но, кстати, опять же, спасибо автору модификации, что хотя бы добавил эти красные бочки, чтобы хоть немного можно было вот эти вот кучи противников уничтожать. Кстати, у меня ровно один патрон остался в оружии. Офигенно. Я просто... Я обожаю эту модификацию уже. А я, походу, тайничок нашёл, дамы и господа. А вот и патроны для Скара 660. 660, слушай, неплохо. Так вот, здесь есть такие моменты, типа вот этих вот брёвен. Их, по сути, можно было бы уронить. Подожди, дай-ка попробую. Ну-ка, давай. Вниз. И... Ну, да. С учётом того, что можно было в маскировке пройти и свалить это дело, я опять облажался. Не, ну, за тайничок автору мода реально спасибо. Тут действительно можно пополнять сколько ты хочешь. Я, правда, не знаю, сколько тут этих тайников. Но, тем не менее, чем больше, тем лучше. Это, как бы, правило всегда работает в любой игре, я считаю. Исключая, конечно, противников, которые на тебя нападают, да? Совсем забыл добавить. Ну, подумаешь, так чисто фигня. Кстати, вот в чём ещё плюс игры с таким модом именно на первой или на второй сложности? Тут корейцы хотя бы помечаются тебе. То есть, да, я понимаю, искать их, конечно, может, и интересно. Но никогда их тут 30 человек. С другой стороны, ты можешь просто взять условный миниган и шить через джунгли. Какая разница, всё равно кого-нибудь ты точно зацепишь. Это вот прям стопроцентная информация. Слушайте, по-моему, вот этот мужик должен быть последний. Здорово, хватит шить через дерево. Меня спасибо. Так, и вот он, последний. Но остальные там на пристани остались, фиг бы с ними. Ну, в общем, можете меня поздравить. Я раскидал хотя бы одно подкрепление противника, которое здесь было на острове. Так что, да, как говорится, маньяк-мод. Можете попробовать поставить уровень сложности спецназ. Только проблема в том, что вы вряд ли сможете пройти вот хотя бы первую миссию, раскидывая абсолютно всех противников. Ну, их тут слишком много. Ну, вот что это такое? Это не похоже на даже обычный патруль. Они не ищут людей на костюмах. Они просто на собрание пришли. Ну, серьёзно, их просто выгнали сюда. Или они на пляже отдыхают. Это даже не похоже на какой-то, знаешь, военный переворот, военное там, военное положение, я не знаю, оборона архипелага. Твою-то мать. Охренеть. И они меня спалили. Я думаю, что это дело надо проходить, как и в случае с модом без нано-костюма. Нужно реально было просто прыгать под воду и плыть, потому что других альтернатив здесь нету. А, и, кстати, маньяк-мод полностью отключает вам транспортные средства. Ну, то есть из разряда... Вы представляете, что будет с транспортным средством, если вы напоритесь вот на такое? У меня аж фпс проседает. Вот на такое, если вы напоритесь. А вот прикиньте, это у меня сейчас фпс проседает, да, с такой системой неплохой. А прикиньте, мод-то вышел лет 12 назад. Вы представляете, когда вышел первый вот этот Крайзис? Что с компами у людей просто было в это время? Так что, как говорится, этот мод был ahead of time, да, впереди своего времени. И, кстати, Пророк только что дал ценный совет, как бы не высовывайся, да, там очень много патрулей. Да, спасибо, чувак, я это уже понял. Смотри, по сути, осталось прорваться только через вот этот вот корейский КПП, и на этом задание будет закончено. Но, реально, после этого вторую миссию я точно не хочу начинать. Я, кстати, хотел бы еще попробовать сегодня задание с инопланетянами, но чувствую, что просто не дотяну до этого момента. Тут, опять же, куча всяких красных бочек, которые можно поподрывать. Да подождите, вы не стреляйте по мне. Я, кстати, удивлен, что автор модификации еще и кучу лодок здесь не наспавнил. Вообще, я в оригинале-то их не особо любил, но сколько и здесь присутствует, это просто жесть. Кстати, зато модификация, возможно, добавит и немного каноничности сюда. Помните вот этот КПП, да, через который нужно было пройти? А вы помните, как он выглядел? Там было всего лишь два корейца с пулеметами и три наверху. Я, наверное, вырежу этот момент, чтобы вы не оглохли, но это тоже часть модификации, да? У меня только что пророк просто заорал мне в наушники. Я реально аж подпрыгнул только что на кресле. Ладно, неважно, это просто, наверное, техническая трудность какая-то. И данные, кстати, здесь наконец-то будет оборонять целая рота. Рота. Дивизия просто целая. Ты приближаешься к линии обороны, прорвись с помощью гранат. Братан, во-первых, гранат-то нету, во-вторых, откуда я тебе их возьму, в-третьих... Ну, в принципе, можно попробовать бочки подорвать. Слушай, я всех убил? Да, всех убил. Ну, ладно, я был неправ. КПП может и охранять теперь огромное количество корейцев, но красные бочки, которые они поставили рядом с ним... Это просто гениально, народ. Здорово, что мы тут делаем? Смотрю, кстати, за мной и настоящая толпа просто теперь выдвигается. И она находится наверху. Ну, короче, да, поверну-ка я, пожалуй, в сторону пророка, да? Представьте, кстати, если здесь полиция, и они начнут шить просто в рандомные места. Ну, как они чаще всего делают, когда ты режим маскировки активируешь, да? Они же просто шьют в какие-то рандомные места. И один из них тебя точно зацепит в этом случае. Вот, как в воду глядел. Я, честно, не знал, что сейчас это случится, но всё же. Ладно, я покажу вам этот момент ещё раз, я не могу это дело проигнорировать. Ну, в общем, да. С одной стороны, как бы модификация Ctrl-C, Ctrl-V. А вы знаете, я такие модификации не люблю в плане уровня сложности. Но я думаю, что для людей, которые действительно хотят проверить свои силы, когда противник будет действительно на каждом шагу, можете попробовать поставить маньяк-мод. Хотя, на самом деле, учитывая, сколько ему лет, я думаю, что есть уже огромное количество смотрящих этот ролик, которые играли с ним. Как говорится, это тебе не дизонорд, в котором тебя там с двух пуль убивают. Хотя, с другой стороны, я мог бы поставить спиц-нас или вообще этот мод с no-nano-suit'ом совместить и... Нет, серьёзно, нет, без нано-костюма эту модификацию противопоказано просто запускать. Окей, и... Ну, вопрос остаётся таким. Будет ли подкрепление какое-нибудь после того, как утащат шута нашего? Ну, полетели. Шрек, командуй, как говорится. Спасибо. И... Да, здесь подкреплений. Слушай, по сути, не будет, да. Это заскриптованные чуваки, которых, по сути, да, и убивает этот самый пришелец. Самое главное, надеюсь, что таких модификаций нет на какой-нибудь первый Far Cry, да. Ну, просто с учёт того, что как бы Crysis, первый Far Cry, да, ну, вы поняли суть. Вот. И первая миссия была успешно пройдена. Ну, как сказать успешно? Она была пройдена за достаточно огромное количество времени, но надеюсь, что оно того стоило. Ну, в общем, дамы и господа, это было более-менее необычно, хотя бы хотелось сказать. И, кстати, дарова. А уже на второй миссии присутствуют пришельцы. То есть, всё, тут даже сюжет просто пошёл куда-то не в ту сторону. Чисто пришелец на второй миссии. Куча боеприпасов, просто играй не хочу, и даже пушка пророка есть. Охрененно. Ну-ка ещё раз, ну-ка. Давай, 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 давай. Офигенно. Слушай, реально, эта модификация понравится многим. Чисто война против пришельцев уже на второй миссии. Но я, как обычно, подрываюсь с дурацкой бочки. Короче, народ, я надеюсь, что вам понравился данный видеоролик. Пишите, что вы думаете по поводу этого мода в комментариях. Возможно, вы проходили это дело уже. И пишите свои впечатления. Может, кто-то реально проходил всю игру с этим. Я думаю, на этом можно закругляться. С вами был Спектр. Огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Не забудьте оценить его пальцем вверх, если он вам понравился. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые. Если есть какие-то интересные моды на Crysis, можете написать их название в комментариях. Хотя, я вроде помню, есть какой-то Rack Age, который считается самым лучшим модом. Именно сюжетным, да, на первую часть серии. Ну что ж, играйте в хорошие игры. Ну и, конечно же, играйте только с хорошими модами. А имея при себе подобное оружие пророка, можно теперь проходить игру вообще не парясь за боеприпасы, да и за аннигиляцию противников. Они в любом случае помрут, правда. Но это же так просто. Здесь даже вертолет, вон, присутствует в самом начале. Жалко, правда, в него нельзя сесть, скорее всего. Да? Нет, в него можно сесть. Вы представляете? Я только сейчас узнал, что в Crysis, оказывается, можно летать на вертолете. Я, правда, сколько не проходил эту игру, я об этом не знал. До свидания. На этой прекрасной ноте можно попрощаться. Всем удачи, народ. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok